В зоопарке детской железной дороги пара сурков живет уже год. Их передали из зооуголка комбината «Запорожсталь». Специалисты пока только наблюдают за поведением грызунов. Имен им пока не дали. Так как у нас есть в коллекции, он у нас уже рик сурок. Мы тоже хотим поддерживать эту традицию. И тоже хотим наблюдать, как он будет себя вести до поры года. В середине октября прошлого года сурки ушли в длительную зимнюю спячку, запечатав при этом свою норку. Соломою забита норка. Мы же наблюдаем, что она не открывается пока та соломая норка. Но мы можем открыть. Открыть сейчас вольер, посмотреться и заглянем, как он себя почувает и что он там делает. Но все же интерес берет вверх. И мы отправляемся к вольеру. Официальным день сурка стал в 1886 году. Отмечается 2 февраля. По традиции, наблюдая за поведением сурка, можно определить, как скоро наступит весна. Следуя традиции, если в этот день солнечная погода и сурок видит собственную тень, он пугается и прячется. А это значит, что еще 6 недель будет зима. И наоборот. В пасмурную погоду, когда грызун не видит своей тени, он может даже посидеть возле норки. В таком случае можно рассчитывать на скорый приход весны. Когда крышу с домика сняли, сурок сначала осмотрелся вокруг, потом вылез из норки. Но когда увидел яркий свет, занервничал и решил спрятаться. Что, малый? Разбудили тебя, да? Тебе еще месяц спать надо добрый. Похоже, весна в Запорожье придет не скоро. Ольга Васильева, Игорь Бахиркин, ТВ5.